всем привет и сегодня это будет видео нового формата для моего канала я буду делать разбор работ в моих подписчиков если вы хотите чтобы ваша работа попала следующий ролик то присылайте мне ее в соц сетях и ваш рисунок попадет на разбор следующий ролик поэтому если вы еще на меня не подписаны то обязательно подписывайтесь и вступайте мою группу вконтакте также подписывайтесь на мой инстаграм авторы всех работ будут обязательно подписаны и также кто мне оставлял ссылки на свои соц сети я тоже обязательно их выложу в описании под этим роликом поэтому если вдруг вам чья-то работа понравилась вы захотите связаться с автором этой работы вы можете найти ссылки на него в описании и потом конце ролика обязательно пишите как вам такой формат видео нравится или нет и также напишите какие видео вообще хотели бы чтобы я сняла в дальнейшем может быть вам нужны какие-то именно видео уроки по какой-то конкретной теме и вообще какие если друг у вас возникнут вопросы то это все обязательно пишите внизу в комментариях ну а теперь приступаем к разбору так и автор первой работы это вадим давыдов но самый первый мне скинул свой рисунок и его работу сейчас самую первую и разберем значит он сделал такую милую осеннюю векторную иллюстрацию с белыми грибами и так первое что сразу бросается глаза это то что где-то объекты закрашены просто заливкой а где-то автор применил градиент то есть если вы делаете иллюстрацию всегда градиент добавляем везде либо делаем только однотонную заливку иначе иллюстрация будет смотреться так что некоторые объекты они немного разные по стилю и собраны из разных иллюстраций то есть если мы примените где-то градиент думает делаем со всеми объектами то же самое с контуром мы либо убираем его вовсе либо применяем его ко всем объектам всегда процессе работе переводите свою работу в черно-белый вариант чтобы проверить работу в тоне и так я привела рисунок черно-белый и видно что изначально на сливается правый листик ножка с фоном то есть если бы не было вокруг обводки то он бы совсем у нас слился и также и нижний этот самый большой листик слива внизу он тоже у нас сливается с фоном то есть вот эти ошибки надо было тоже нам все исправить их надо будет сделать либо светлее либо немножко темнее и также вадим скинул мне и файл я его немного подправила так первое что я сделала это брала контур добавила градиент ко всем объектам также видно что шляпки немножко кривоватые нет плавного перехода то есть нам нужно у шляпа сгладить все острые углы и когда я открыла файл видно что там очень-очень много точек чтобы углы не были такие острые первых надо ставить меньше точек тогда у вас получится более плавные красивые линии и нужно корректировать само перо саму точку то есть и длину усиков и я большую часть точек убрала и оставила только несколько и скорректировала форму видно что грибочки стали уже немножко ровнее и также цветовую гамму я тоже сделала немножко спокойнее окно и какой мы с вами итог может подвести то есть если мы используем контур то мы его используем во всей работе то есть мы его применяем ко всем объектам есть то же самое и с градиентом если мы где-то применили градиент то мы его используем везде если у нас однотонная заливка то мы работаем только с однотонной заливкой и также периодически работу переводите черный белый если допустим это у вас векторная иллюстрация можно просто сделать скрин и фотошопе вставить этот скрин и перевести его быстро в черно-белый и так процессора вашу работу можно проверять и у вас будут видны ошибки все в тоне сразу так но в принципе и все теперь давайте переходим к следующему автору так следующая работа юлия здесь не очень нравится задумка но смотрите так значит первое что здесь не бросила в глаза на это перспективу замка в данном случае взгляд зрителя направлен таким образом что мы из получается мы зрители до смотрим на замок сверху вниз и соответственно все линии у нас должны быть направлены вниз они вверх то здесь надо первую очередь подправить немножко замок и также по этим же линиям расстроить окна еще смотрите что меня не смутило то есть судя по освещению это у нас все таки на нас солнечный день а вот него на заднем плане у нас какой-то слишком пасмурная то есть если это все-таки пасмурный день то надо будет приглушить немножко все цвета сделать их немножко похолоднее в том числе задний план диана зелень вот а если это все-таки солнечный то и задний фон небо его надо сделать немножко поглубее также на деревьев нету рефлексов нужно добавить рефлексы и кстати сами на эти крыши фиолетового не приму но очень-очень яркие все-таки замок у нас находится не на переднем плане а на заднем нам надо все эти цвета немножко приглушить сейчас у нас крыши замка слишком насыщенная нужно немножко убавить у нее насыщенность а еще смотрите нас обрыв слева делать у речки от воды идет холодный цвет и там тоже будет рефлекс то есть получается сам обрыв ближе вот к этой границе туда к верху он будет немножко потемнее а сюда ближе к воде он будет чуть-чуть посветлее и он будет немножко похолоднее основные моменты которые мне сразу бросились глаза и которые нужно будет исправить но потом смотреть но это что мне сразу охота исправить это немножко пропорции потому что вот этого дяденьки у него явно очень длинная передняя нога но для примерно отметила где должна заканчиваться нога то есть он должна быть немножко покороче ну и также я уже говорила что в первой работе если мы используем градиенты то мы это делаем то же самое касается и объемов то есть если вы делаете рисунок не плоский а объемным то мы это сделаем со всем рисунком в данном случае у нас него просто залито серым цветом и на ним тоже надо немножко поработать нас ближе к горизонту небо у нас будет светлее а выше немножко темнее может быть такая задумка но видно что сейчас на данный момент героя на слишком яркий а фон такой темный и мрачный просто если например оставлять такое окружение то нужно приглушать цвета у главного героя также надо убрать у кустов на заднем плане вот это обводка она здесь немножко не к месту и также поработать над рукой которая держит саму гитару ну и конечно же определиться откуда падает свет пусть он падает сзади то получается главный герой у нас будет с вами в контуражуре он будет вообще намного темнее так следующая работа это этого же автора и вот это кстати мне уже больше нравится смотрите чтобы я здесь сделала видно что на героя падает прям жесткий яркий свет но мы не видим самого этого источника освещения и если он прям такой светлый прям яркий контрастный то соответственно должны тогда быть видны сами лучи ну и вот я быстренько что сделала фотошопе чтобы вам было более понятно то есть я добавила источник освещения мы теперь видим что он падает на нашего героя откуда он слева также я немного высветлила передний план и добавила падающую тень от главного героя а задний план я наоборот немножко приглушила сделал его темнее чтобы он не выбивался и весь взгляд зрителя у нас был направлен на нашего главного героя здесь не авторский ну поштрет есть принципе по пропорциям все нормально просто есть некоторые недочеты которые надо будет исправить но сильно прям таких страшных ошибок здесь нет посмотрите иначе сначала что он здесь видим сами глаза не немножко большеватый нужно сделать чуть чуть поменьше чтобы проверить вас глаза большие или небольшие наоборот маленькие мы должны отмерить ширину носа и отложить ее ширину получается глаза и вот здесь как раз видно что они немножко большеватой их надо чуть-чуть уменьшить вот так далее здесь же смотрите какие еще есть недочеты вверху фиолетовой линии я выделила это линию есть видно что одно ухо немного выше другой чуть чуть ниже так далее что касается глаз я здесь тоже выделил это красные линии видно что один глаз немного у нас выше другой немножко ниже особенно видно что уголок правого глаза пуще намного ниже чем угол левого глаза то есть это тоже надо все выровнять проверить так также скулы то есть видно что слева они немного она немного выше справа она немного выше вот этом красной линии немножко наметила как это где например на должна проходить чуть-чуть и надо просто поднять далее также верхняя губа она всегда с вами будет темнее то есть потом она дает немножко затемнить и и также под подбородком мы видим вот это темное пятно но тоже сразу бросается глаза и его надо сделать много можно чуть-чуть посветлее чтобы не было таких прям четких границ надо немножко сделать переход более плавным вот и также следующая работа этого же автора я немножко сделать чуть-чуть затылок побольше он был слишком маленький далее руки слишком тонкие я сделал чуть-чуть их потолще что касается руку такая кисть она слишком была длинная если смотреть общие пропорции такие слишком длинная и и надо сделать чуть-чуть покороче и далее где у нас например еще одна нога и даже если нога стоит точно так же параллельно той то ее будет все равно немножко видно ну я например сделала слив другую ногу согнутой но в этой работе автор интересовался как рисовать портреты в разных ракурсах особенно когда голова наклонена у нас сниз есть важно понимать что когда мы смотрим на лицо прям здесь вспомогательные линии у нас идут параллельно друг другу и глаза губы нос мы тоже простраиваем ровно по этим линиям когда человек наклоняем голову то ее сокращение и уменьшается расстояние от глаза до подбородка или не уже не прямые они изогнуты к низу и чем наклон головы у нас больше тем больше изгиб вспомогательных линий и по этим линиям мы уже простраиваем глаза нос и губы ну а если человек поднимем голову вверх то эти линии будут уже изогнуты соответственно к верху и точно так же построение делаем по линиям и вот как раз на схеме которую я прикрепила справа хорошо видно как правильно поставим голову в разных ракурсах так следующая работа алена она нарисовала такую миленькую девочку и здесь сейчас совсем понятно значит откуда у нас падает свет если справа то нужно сделать тени более явными и я фотошопе немного добавила объема на одежде плюс наметила падающие тени от правой руки которые у нас будет падать на кофту и талию плюс также наметила падающую тень от юбочки на ноги и также падающую тень на лицо справа от волос и добавил объема на самой юбочки теперь что касается построения если провести прямую вспомогательную линию на лице это видно что подбородок у нас почему-то немного уехал вправо то есть его надо немножко подправить и правый глаз я тоже чуть-чуть вы немножко подняла выше далее я также простроила кисти рук так как были небольшие ошибки и кончики пальцев немного были толстые ну и плюс я показала как будет ложиться свет и тень и само левое плечо я немного бы опустила вниз мне кажется что она сейчас чуть-чуть задранной вверх а так все пропорции принципе соблюдены хорошо целом не работа так но в этой работе первое что бросается глаза это фон то есть сама девочка она нарисована в пастельных тонах он получился очень насыщенный ярко-розового цвета и поэтому фотошопе я его немножко приглушила и сделала цвет как у юбочки ну и также показала как правильно показать немножко объем на волосах и одежде также наметила падающую тень получается от пальто на юбку и блузку и падающую тени самой юбки на ноги ну и также я рисовала еще отдельно самую юбочку чтобы было понятно как ложится свет на нее итак следующая работа это акварели они морской они мне очень понравились особенно морской пейзаж в общем пейзажи очень классные и и не у группе я также нашла рисунок гуашью так вот здесь есть ошибки в тоне пример все объекты что на заднем плане что на ближнем они одного тона то есть такого не будет стоить все горы вдали и внизу мы приглушаем по цвету они должны быть менее яркими а если он приведем рисунок черно-белый то видно что объема на волке почти нет освещенные участки все потом практически одинаковые вот я исправила и теперь видно что на работе появился объем задний план у нас ушел дальше и теперь взгляд зрителя направлен именно на нашего главного героя к позиции следующая работа сильно скинула мне таких миленьких девочек здесь я подправила немного форму ног они были немного толстоватые сверху и внизу девочки которая слева а верхней девочки правая нога как-то странно лежит и ее надо тоже подправить но и плюс чтобы девочки были еще интереснее я добавила на них немножко объема новости и цвет целом не нравится но и последняя работа на сегодня это дианы нарисовала чешевского кота своем видении но и первое что здесь надо подправить это кошки так как одно ушко на сейчас меньше другое больше второе также немножко подровняем глаза потому что они нас сейчас тоже немножко разного размера у нас левый получился больше а правой меньше я его немножко подправила то есть здесь вот сейчас на экране это видно плюс плечо у нас почему-то левая получилось шире правое уже я его тоже немножко уменьшила и также чтобы композиция в целом смотрелась лучше надо дорисовать на руки и там или лапки котику так как тело у нас более человеческое я добавила много мышц ну вот и все всем кому понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы в дальнейшем не пропускать новые видео ну а так заступайте мою группу вконтакте и подписывайтесь на мой инстаграм и еще раз повторюсь если вы точно также хотите попасть на разбор следующее видео то присылайте мне соц сетях свои рисунки всем пока пока